Приветствую вас, уважаемые слушатели! Те, кто смотрит эту передачу, дорогие братья и сестры, вот и наступила уже первое сентября, прошла первая неделя учебы в наших учебных заведениях. И мне сегодня хотелось дополнить предыдущее приветствие, обратив их к преподавателям вузов. Многоуважаемые преподаватели вузов, доценты, профессора! Сердечно поздравляю и вас с началом нового учебного года. Пусть он станет лично для вас открытием нового внутреннего отношения к мысли, слову и делу. Пусть каждый из нас научится задавать вопрос «Ради чего?» Только не с обидчивой эгоистичной коннотацией, а с точки зрения высоких идей духовного бытия. Пусть каждый получит на этот вопрос ответы. «Ради чего просыпаюсь утром? Ради чего живу? Ради чего иду на работу? Ради чего учу тому, чему учу? Жив ли я? Кто мы? С кем мы? Куда идем?» Эти вопросы должны стать для нас снова первостепенными и актуальными. Они значительно расширяют наш собственный горизонт познания и заставят пересмотреть парадигму взглядов. Именно в этом простом вопросе таится огромный потенциал для внутреннего роста, а значит счастье. Мы живем в историческом моменте, когда глобально мир уходит от материалистической репрезентации. Как это ни печально, но если честно, то западная цивилизация выстроила иллюзию мира, представила его как универсальный. Но сегодня совершенно очевидно, что эта навязанная система уничтожает человечество и жизнь во Вселенной. Материя истребляет материю. Она мертва без духа. Гегемония материализма приводит западную цивилизацию не к лидерству и доминированию, как было запланировано, а к изоляции. Все цивилизации, кроме западной, сохранили духовные законы бытия и живут в других координатах, и по-другому воспринимают мироустройство. Идейно, то есть в глубинных смыслах, запад сегодня проиграл. Он превратил себя в цивилизацию тотального зла и античеловечности, против которой рано или поздно восстанут цивилизации духа, добра, справедливости, правды. Победят другие парадигмы. Потому что дух выше материи, добро сильнее зла. Это аксиома. Любая высокая идея объединяет и вдохновляет людей. Она не противостоит. Она содействует и созидает. Поэтому так важно сегодня искать ответ на вопрос «Ради чего?». Если у вас будут идеалы, студенты станут вашими поклонниками и последователями. Сегодня молодежь скучает по высокому, героическому, настоящему. Она страдает сама от себя. Она не реализовывает потребность в служении великому. Ей душно в материальном и обыденном. Молодость требует настоящего. Учитель в школе не учит предметам. Он воспитывает человека. Преподаватель не учит теории. Он работает с будущим в тендеме. А поэтому горите внутри себя смыслами. И студенты не будут искать лучшего где-то далеко от Родины. А если и уедут, то вернутся. И выбор их будет осознанным. ведь важно, когда идеалы общие. очень субтитры и Субтитры создавал DimaTorzok